Еще будучи юношей, Гарри мечтал стать мастером иллюзий. Со старшим братом они никогда не пропускали представления, о которых бродячий цирк устраивал на рынке. Пугающие номера, которые большинство зрителей приводили в ужас, Гарри наоборот захватывали своей необычностью. Однажды ему свезло подняться на сцену, чтобы помочь фокуснику разрезать ассистентку пополам. В тот момент Гарри почувствовал свою значимость, а это новое чувство очень понравилось ему. С тех пор он решил связать свою жизнь с иллюзией и сценой. Когда Гарри вырос, он женился на молодой и прекрасной Бесс. Вместе с женой они некоторое время ставили номера в многочисленных захолустных клубах провинциальных городков. В бесконечных поисках заработков однажды их занесло в бордель, где в честности молодого иллюзиониста усомнились. Один из клиентов заведения обозвал наручники Гарри фальшивыми и, чтобы выступление было честным, предложил воспользоваться настоящими наручниками, проверенными на надежность. Естественно, Гарри виртуозно избавился от наручников, что привело публику в восторг. В тот момент Гудини понял, что на трюки с освобождением можно неплохо зарабатывать. Вскоре Гарри Гудини прославился. О нем писали в газетах. Трюк с освобождением начали повторять многочисленные подражатели. Но каким бы Гарри не был знаменитым, все равно каждый его трюк должен был быть грандиознее предведущего. Потому он все время пытался превзойти самого себя. С каждым разом трюки Гудини становились все сложнее и безумнее. Вскоре то, что делал Гудини, никто не мог повторить. Он сбегал из любой тюрьмы. Освобождался из китайской камеры пыток, задерживая дыхание на долгие минуты. Все эти умопомрачительные трюки сделали имя Гарри Гудини всемирно известным. Это дало ему возможность выступать в столицах стран всего цивилизованного мира. Чем не могло не воспользоваться правительство Америки. Поскольку Гудини мог показывать свои трюки и общаться с первыми лицами стран, это была прекрасная возможность работать шпионом на благо Америки и Великобритании. В какой-то момент интерес у публики к рискованным трюкам Гудини сильно уменьшился. В мире появилось новое изобретение под названием кинематограф. Такая конкуренция на рынке развлечений сильно сказалась на доходе великого Гудини. Потому чтобы вернуться в струю, нужно было срочно придумать что-то новенькое. И такая идея все-таки появилась. Головосносный прыжок с моста в ледяную воду. Такой опрометчивый поступок должен был привлечь внимание людей и в свою очередь деньги. Великий Гудини Так и произошло. О Великом Гудини снова начали писать в газетах. Его имя снова закрутилось у всех на слуху. В залах собирались аншлаги. Все вернулось на круги своя. Но бесшабашные трюки с огромным риском для жизни не нравились жене Гудини, Бесс. Она убедила Гарри, что не обязательно рисковать собственной жизнью ради заработка. Ведь можно развлекать людей и другими способами. Гарри пришлось пообещать жене, что больше никогда не будет рисковать собственной жизнью. Иначе их брак мог просто разрушиться. Вместо прыжков с мостов и освобождения из смирительных рубашек в подвешенном состоянии Гудини показывал менее агрессивные трюки. Он заставлял исчезнуть слона или проходил сквозь стены, вызывая у публики не меньший восторг от происходящего. В этот период жизни великого мастера иллюзии умерла его мать. Это был страшный удар для Гудини. После похорон он хотел связаться с духом матери. Для этого он обращался к медиумам. Когда Гарри понял, что все они простые шарлатаны и не обладают никакими сверхъестественными способностями, то со злости решил объявить им войну. Гудини писал разоблачительные статьи в газеты, где рассказывал все уловки, которые применяли медиумы для того, чтобы обманывать своих клиентов, чем зарабатывал себе новых врагов. Однажды за кулисами Гарри пришел молодой человек. Он сказал, что слышал о том, что у Гудини невероятно крепкий пресс. Много кто наносил удары по животу легенды, но никто не мог причинить ему боль. Незнакомый молодой человек хотел проверить эти слухи своим кулаком, с криками, что это за то, что Гудини обозвал Леди Дойл шарлатанкой. Нанесенные удары не причинили бы Гарри никакого вреда, если бы это не повредило бы его внутренние органы. Из-за неожиданных ударов у Гудини лопнул аппендицит. Несмотря на невыносимую боль, он отказался вызывать врача и все-таки вышел на сцену, намереваясь дать представление преданным фанатам. Но, к сожалению, возможности человека имеет границы, даже у великого Гудини. Острая боль сразила Гарри, и он потерял сознание. Когда его доставили в госпиталь, и хирург вскрыл его чрево, стало понятно, что проблема очень серьезная. Внутренние органы уже были поражены инфекцией. Это означало, что спасти жизнь Гудини уже было невозможно. Великий Гарри Гудини умер в возрасте 52 лет, оставив после себя наследие для многочисленных последователей. Он никогда не жалел себя, пренебрегая собственным здоровьем и часто рискуя жизнью ради исполнения головокружительных трюков, которые не мог повторить никто в мире. У Гудини было много подражателей, но на самом деле сравниться с мастером никто так и не смог. На этой ноте эта история подошла к концу. Поддержите ролик лайком и подпиской. Пишите комментарии. А пока все. До скорого.